Всем привет дорогие зрители, с вами мистер Шпилкис и мы продолжаем выживание на таинственном острове в игре Дай Янг. В прошлой серии мы с вами попали в настоящий каменный лабиринт. Долго там блуждали, заходили в тупики, сражались с волками, нашли нескольких мертвых людей. Открыли домик лесорубов и там у нас с вами нашелся рецепт по изготовлению отравленной приманки для того, чтобы отравить собаку. Какую собаку нам с вами нужно отравить? Да, ту самую единственную, которая находится в подвале дома на пляже. Что ж, пора туда вернуться и добыть тот самый ключ, до которого мы с вами не могли дотянуться. Под водопадом обнаружилось тайное укрытие. Давайте воспользуемся системой быстрого перехода. Ни разу ей не пользовался, посмотрим как это работает. Вот как, смотрите, дом на пляже, фермерское поместье, башня на побережье. Что-то пропущено. Не знаю, где это находится. Вы здесь. Хорошо, но может быть в этом месте мы еще с вами побываем, пока непонятно. Давайте перенесемся в дом на пляже. Так, ну что ж, вот мы с вами в том самом укрытии. Мне в комментариях подсказали, что здесь была парочка секретов, сейчас мы их проверим. Где-то я не заметил какую-то дверь. Давайте посмотрим. И где-то нужно было повалить дерево, чтобы куда-то перебраться. Так, ну вы знаете. А, вот, вот то место, возможно, возможно. Сейчас мы с вами посмотрим, для чего это вообще нужно. Сказали, что вот здесь можно повалить дерево. Да, на самом деле это так и есть. Спасибо вам за подсказку, спасибо за совет. И где-то я пропустил какую-то дверь. Мне кажется, тоже я примерно знаю это место. Ммм, вопрос, зачем нам сюда нужно? Очевидно, что только вот перепрыгнуть сюда, по-моему, и взобраться дальше. Ммм, непонятно на самом деле. Для чего нам сюда валить это дерево? Чтобы что? Чтобы сделать вот так вот? Давай, 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 залезай. Хватит, нервов. Уже на самом деле, каждый раз, когда она прыгает, нервишки шалят. Давайте посмотрим, может где-то здесь можно взобраться. Да нет же. Видимо, это такой обычный спуск, чтобы не разбиться. Хотя, по-моему, по-моему, здесь есть и обычная дорога. Или я ошибаюсь? Ну, ладно, не суть. Не знаю, зачем это нужно. Так, где-то я еще забирался. А, это, наверное, нужно для того, чтобы нам быстро попадать наверх, скорее всего. Ну, я проверю сейчас теорию. Да, да, действительно, так и есть. То есть, это нужно для того, чтобы мы с вами смогли быстро сюда забежать. Потому что, на самом деле, попасть вот сюда можно только лишь пройдя по дому, пропрыгав там все вот эти вот сложные системы прыжков, паркура и так далее. Вот отсюда мы с вами приходим. И где-то сказали, что я пропустил какую-то дверь. Интересно. Интересно бы вспомнить, где и какую. Потому что, черт возьми, тут все на одно лицо в этих камнях, в этих каменных лабиринтах. Хорошо, давайте мы с вами пойдем сейчас в подвал и попробуем что-то сделать с той самой собакой. Ну, так тоже можно спускаться. Что-то я слишком разогнался. Внимательно смотрим, на берегу ходят бойцы. Какие-то местные, непонятные. Так, где-то, где-то сказали, пропустил дверь. Хотя, может быть, и не в этом месте. Ладно, давайте двигаться дальше. Посмотрим, что нам нужно для того, чтобы создать отравленную приманку. У нас, в общем-то, все есть. Давайте создадим одну для начала, а там посмотрим, нужна ли нам будет еще одна. Так, смотрите, дубинка, да? Возьмем, пожалуй. Возьмем, потому что слоты и инвентаря есть рядом, тем более у нас с вами ящик на опорном пункте. Почему-то хочется называть их опорными пунктами. С чего бы это, да? С чего бы это? Так вот, в безопасном укрытии есть ящичек, в который мы с вами можем все это дело сложить. Я думаю, что заберем и еще одну дубинку тоже. Ну что, собачонка, готовься. Готовься вкусно покушать. В скобочках нет, конечно же, но ты этого не знаешь. Нам нужно, видимо, взять эту приманку, скорее всего. Давайте так и сделаем. Ммм, стоп, стоп, стоп. Ну вот, как-то так. Да. Зрелище, конечно, не для слабонервных. Жалко, с одной стороны, животное, но с другой стороны. Ничего не поделаешь. Этот остров жесток. Жесток настолько, насколько это вообще возможно. Здесь все в крови. Здесь периодически разорваны человеческие тела. Поэтому можно поумерить свою жалость по поводу одной собаки. Так, ключ мы с вами забрали. Вопрос, вопрос, что нам этот ключик дает? На самом деле, тут дверь все-таки. У меня желание, конечно же, есть найти. Где нам с вами нужно подняться наверх? Давайте попробуем еще раз пропрыгать здесь по крышам. Что-то я подпотерялся маленько. Где я? Как мне выбраться на крышу? Надо-ка вспомнить. А я вот не помню на самом деле, что интересно. А как я выбрался на крышу здесь? Так собака оказалась-то жива, да? На самом деле, смотрите-ка. Вон она в чем дело. Она оказывается жива. Она на время там, видимо, помучилась, покорчилась и все. Так, секунду. Я же как-то определенно выходил на крышу. Вопрос, как я это делал. Вот здесь, по-моему, да, вроде бы прыгал. Или нет, или да. Ну, как бы здесь и что? Как я туда попал? Че-то я вообще, слушайте, стоп. В голове уже... Уже просто жесть полная. А как я попал на крышу-то? Вот здесь, наверное, где-то, да, лестница же есть, точно. Воу, вот это да. Вот это меня прям накрыло. Слушайте, вообще напрочь забыл, как здесь на крышу залезать. Ну, оно и неудивительно. Я всего один раз тут прошел. Вот если бы я сейчас вернулся в тот самый каменный лабиринт, вот тогда-то я бы... Уж там бы я бы знал бы все. Не надо подходить ко мне. Я не люблю крыс. Я как классическая девушка ненавижу крыс. Я, конечно, не уверен, что у меня сейчас все получится с первого раза. Поэтому давайте мы сейчас вот как с вами поступим. Мы сохранимся. Да, это будет правильным решением. Потому что черт его знает, как тут с этими прыжками обстоят дела. Ну, пока вроде бы нормально. Так, окей. Хорошо. Сюда. Отлично. Так, теперь внимательно. По-моему, где-то здесь, недалеко, мне сказали, что я пропустил какую-то дверочку. Давайте сейчас посмотрим, где бы это могло быть. Внимательно. Он говорит, какой-то там угол посмотри, и ты, говорит, пропустил дверочку. Тот самый человек, который мне посоветовал завалить дерево. Спасибо огромное. Спасибо. Я не ожидал, честно говоря, насчет заваленного дерева, потому что я ничего подобного до этого не видел, чтобы здесь можно было еще и деревья валять. Прикольно. Ну что ж, сохранимся, не побрезгуем. Не побрезгуем. И смотрите, ну здесь вроде бы, да, на первую... А вот она, вот она дверочка-то родимая. А вот же она. Вы смотрите-ка. Спасибо тебе, добрый человек. Забыл, к сожалению, твой ник. Прости, но спасибо тебе огромное. И здесь у нас с вами идол совы. Приятно, приятно. Секретик нашли, здорово. А дверочка-то неприметная. Вы посмотрите, насколько. Просто вот. Вот, смотрите, да, как хитро ее замаскировали. То есть ты вроде как сюда бежишь, а здесь ни шиша не видно совершенно. Давайте вот закроем, как бы она закрытая выглядела. Я на самом деле на стоп-кадре очень долго пытался понять, где и какая дверь. Теперь я это понимаю. Ну, сохранимся тогда, да. Я думаю, можно. Ну что ж, мы с вами возвращаемся, получается, в безопасное укрытие под водопадом. И пойдем уже оттуда. Дальше путешествовать. Не знаю, зачем я так сделал. Можно было, наверное, из земли это сделать спокойно. Но всегда хочется повыпендриваться, знаете ли. Так. Ага, нам дальше, нам наверх. Ну, потренируемся еще немножко здесь местному паркуру. Потому что поговаривают, что раньше паркур был настолько не паркурный. Жесть. Я что-то прям вообще, да. Почему-то я подумал, что с этого уступа надо прыгать. Нет, нет, не с этого. Ладно, такое тоже бывает. Не будем расстраиваться и огорчаться. В этом нет ничего страшного. Да, смотрите, все-таки сюда нужно залезать сперва. Так вот, поговаривают, что раньше и собаки были довольно серьезными противниками. И паркур был какой-то прям очень-очень лагучий. Неприятно и было тяжело всем этим пользоваться. И многие из-за этого бросали игру. Так, вот здесь, стоп. Я почему-то подумал, что мне вот отсюда нужно сигануть. Сделать тот самый прыжок веры. А мне это нужно сделать вот отсюда. Ох, ты ж какая-то умничка. Всегда, вот когда ты делаешь такие вещи, я прям готов аплодировать тебе стоя. Давайте-ка в коробочку заглянем. Наверное, мы сейчас сбросим палочки вот эти. Пускай копятся. Все-таки оружие, как-никак, кто его знает, как в будущем там нам пригодится. А что у нас с вами с едой и водой? Ну, наверное, давайте сбросим консервы. Мяса, я думаю, нам хватит. Плюс все-таки у нас еще одна аптечка имеется. И монетки какие-то, да? Монетки интересные. Вообще, вы знаете, вот не хочется выходить из вот этого безопасного укрытия. Потому что вот послушайте. Просто послушайте. Хочется откинуться в кресле, да? Согласитесь, я даже буду говорить немножко тихо. Хочется откинуться в кресле. Просто вот надеть наушники и ничего не делать. Просто вот насладиться этим звуком костра, мелодичной музыкой. Но, друзья, некогда, некогда наслаждаться. Давайте-ка вот сюда перелетаем. Идем с вами дальше. Конечно, вот это безопасное укрытие вообще максимально круто сделано. Оно спрятано за водопадом. Никогда в жизни не догадаешься. Вот если бы я, говорю, серьезно, как-то не читанул бы про такое местечко, что такое здесь вообще возможно, что за водопадом может что-то прятаться. Я вообще в жизни как бы никогда сюда не зашел. Нет, побежал дальше. И у нас бы с вами было на одно безопасное укрытие меньше. Так, здесь мы ничего не можем сделать. Вообще, на самом деле, очень хочется изучить немножко вот это вот местечко. Потому что мы уже в попыхах прибежали сюда в конце прошлой серии. От каменного лабиринта шла кругом голова. Давайте немножко поиграем в крокет. А, тут сохранялочка-то. Вот она прямо, да. То есть, если я не нашел бы безопасное укрытие, я бы смог сохраниться. Хорошо. Ну, я думаю, что мы разберемся, наверное, с крысами полностью основательно. Потому что, так или иначе, они начнут подкусывать в спинку. А я бы не хотел. Хотя монтировочка приходит в негодность. Наверное, все-таки ради крыс лучше использовать нам дубинку какую-нибудь. Ну, что-то такое. Да хоть кулаками. Заперто с другой стороны. А, чего? Вот это вообще дико внезапно. Иди ты. Не, серьезно? А как же я? А как же я, родненький? Чего ты там? Чего ты сказала? Кто я? Да нет, ты не права. Вот это, черт возьми, внезапно. А что дальше-то? Нет, ну у меня есть еще, конечно, пара задумок. Давайте-ка попробуем вот здесь посмотреть. Может, какая-нибудь заслоночка откроется все-таки? Интересно, а может быть, как-то наверх да пропрыгать? А еще вернуться-то можно хоть? Вопрос. Ну, так-то теоретически, наверное, да. Но я сомневаюсь, что можно пропрыгать поверху. Тогда давайте мы с вами вот как поступим. Попробуем все-таки сейчас вот сюда взобраться. Откуда мы там с вами пришли. Посмотрим. Вот, хорошо. Давайте вернемся немного назад. Так, секунду. Сделаю сейчас костерочек, чтобы и палочку можно было подсобрать. Потому что постоянно у меня мозолят глаза. Кстати, можно, наверное, да? Нам же инвентарь больше не нужен, правильно? Апгрейд инвентаря. Да. Но мы можем сделать себе апгрейд нашей разгрузки. Хорошо, костерочек сделаем. Один про запасик. Пускай болтается у нас там в инвентаре. Места много. Так, секунду. Вопрос, вопрос хороший. Как бы нам с вами... Как пел с той песней? Как бы мне, рябине, к дубу перебраться? Как бы мне вот туда вот перебраться? На ту сторону. За ту запертую дверочку. Может быть, я что-то здесь не доглядел? Может быть, здесь есть какой-то нормальный, адекватный спуск? Я, кажется, сомневаюсь, но кто же его знает? Ну, как бы спуск есть, да. Быстрый и смертельный. Ну, у меня больше нет вариантов. Скорее всего, мы с вами делаем что? Разбежавшись, прыгну со скалы. Поехали. Да, мы с вами умираем в оливковой роще, и сделали мы это неспроста. Для того, чтобы сократить путь назад. Потому что мы сейчас с вами возвращаемся в башню на берегу, и от нее уже пойдем. Куда глаза глядят, как говорится, потому что глаза глядят на самом деле не так уж и много, и не так уж и далеко. Что-то тут везде тупики. Или я где-то ключ не нашел. Ну, ладно, ладно. Сейчас мы это с вами выясним. Наверное. Так, башня на побережье. Отлично. Вот, собственно, я хотел сходить вон туда. Давайте попробуем. Так, а там? Давайте сразу какие-то вот такие вот тупиковые места будем тоже изучать. На всякий случай. Тихо-тихо-тихо. Чего-чего? Кого? А, змея, да, неспроста. Неспроста я. Занервничал. Так, там у нас козочка. Пусть живет. Я думаю, мы, наверное, кожу со временем настрижем из собачек. Не так уж это и сложно. А здесь, смотрите-ка, у нас с вами некий причал, да? Такой небольшой, маленький, импровизированный причальчик. Осмотрим. Может быть, здесь найдется ключик какой-нибудь, например. Так, кстати, а тот ключ, который мы подобрали. А ну-ка, давайте посмотрим, где он там. Вот он. Ключ в форме быка. Ключ странной формы. И все. Так, ну здесь тоже не густо. Шнурочек да тряпочка. Не густо, не густо. Так, металлоломчик. Но нам вроде бы как ресурсы-то не очень нужны. Особенно металлолом. Его довольно много. Хорошо, наконец-таки давайте уже подойдем к этой двери. Потому что я думаю, уже все давно сидят в нетерпении. Шпилкис, почему ты не подходишь к двери? Ну вот же она, вот же она. Ну иди же сюда. Все, я пришел. Как было написано на одной бутылочке, белка, и я пришла. Хотя вы знаете, как такового стелса тут в принципе нету. То есть если, если есть, если кто-то точнее здесь есть, то мы просто с ним сразимся и победим. Наверное. Если этот кто-то не огромный дядька с косой. И снова эти колокольчики мерзкие. Вот казалось бы, да, спокойная музыка, да? Ну, насколько тут она страшная и мерзкая. Честно. Так, ясно. Какого хрена? Да уж и не говори. Есть записочка. Давайте включим восприятие, немножко посмотрим. Тряпочка. Ну, в общем-то и все, больше у нас ничего нету. Прочитаем записку. Извини, приятель, пожалуйста, не злись на меня, но я опять потерял твою флягу, опять. Возможно, я оставил ее на подсолнечном поле возле руин храма. Ну, то есть, я уверен, она еще там. Я заберу ее первым же делом завтра, обещаю. Записка под названием фляга. Хорошо. Хорошо. Мне, кстати, писали в комментариях по поводу этой фляги и писали, что вроде как с жаждой здесь бывают какие-то проблемы. Но пока проблем не обнаружено, поэтому флягу эту мы заберем, если будет в том какая-то большущая необходимость. Потому что фляга, ну, фляга и фляга, как бы ничего особенного. Если бы там какая-то записочка была или какой-то ключик, то туда, конечно же, как говорит, сам Бог велел сходить. Каждый раз захожу и каждый раз ожидаю какого-нибудь дядьку с косой гигантского. Давайте не будем пока читать записки, внимательно осмотрим, что здесь такое. Смотрите-ка, монитор, значит, все-таки технологии здесь присутствуют. Не только косари, да какие-то невнятные личности, бродящие по округе. Здесь тебе и микрофон, и рация, и два монитора. И картотека какая-то совершенно гигантская. Тут же это все контрастирует с какими-то деревянными табуретами, какими-то столами, дубовыми, круглыми на ножках. Очень странное местечко. Рабочий отчет. Дата 9 августа. Тема зачистка. 12 часов назад, после получения вашего разрешения, я столкнулся с рабочими, подозреваемым в подготовке побега. Я предвидел некоторые реакции, но этот рабочий застал меня врасплох. Он, видимо, почувствовал что-то. Потому что, используя момент неожиданности, он схватил связку ключей и выпрыгнул в окно. Мы преследовали его в южном направлении, но не смогли поймать. А мы не можем позволить ему остаться в живых. Я отправил палача, чтобы покончить с ним. Что же до остальных вовлеченных рабочих, я поручу брату номер 3 позаботиться об их телах. Между тем, дверь быка остается запечатанной. Я уверен, что это не повлияет на пробуждение чужаков. Брат номер 2. Черт возьми, какая-то мешанина дичайшая из всего происходящего. Дверь быка. Но у нас с вами есть ключ с головой быка. Возможно, это как-то связано. Но смотрите. У нас с вами ходы кончились. Как в шахматах. Ходы кончились. Хотя я небольшой спец по шахматам. Не уверен, могут ли там кончиться ходы. Так, мы можем выпрыгнуть. Но зачем, если можно попросту выйти по-нормальному? Рабочий спрыгнул, да? В южном направлении ушел. Интересно, у нас компас. То есть северное направление там, южное там. Логично. Спрыгнул в окно и ушел в южном направлении. Так, сохранимся. Костерочек подъехал. И здесь какая-то... Забыл, как Магдалена или так называется. Могу ошибиться. Сейчас будете смеяться надо мной. Все там комментарии. А, здесь. Давайте, я не знаю, реально прям вот так утыркаться в каждый уголочек, за каждый кустик. Потому что двери маскируют здесь. Вообще по-страшному. Фонарик. А ну, дверочка откроется, интересно. Ключ в форме быка. Может, я найду ключи где-нибудь здесь? Может быть, ты уже их нашла? А, может быть... Прорабочего. Наконец-то пришло время выдвинуться к высокой башне. Возможно, мои друзья там. Возможно. Так, смотрите-ка. Давайте вот что сделаем сейчас. Мы сохранимся вот здесь. Стоп. Рабочий сбежал с ключами. Его, скорее всего, поймали. Бросили в подвал к собаке. Собака его там растерзала, разорвала. И где-то в кармашке нашелся ключ в форме быка. А? Сошлось же ведь? Сошлось? Да. Но, может быть, и не про этот ключик была речь. Потому что речь была именно про связку ключей. Ну, черт возьми, как же здесь красиво. Как же вот все-таки контрастирует здесь красота и смертельная опасность этого места. Ты мне? Ты мне? Ты мне машешь? Ты уверен? Ну, допустим. Ты кто? Ну, какой ты, дядька интересный, а ну. Я-ка рассмотрю тебя поближе. Боже мой, пожалуйста, они пытаются убить меня. Это, видимо, наши реплики, да? Помогите мне, пожалуйста. Кто-то похитил меня. Не расстраивайся. Не расстраивайся. Так, один из нас, да? Интересно. Надо всем на это насрать. Мне просто нужна помощь. Ну, не стоит, наверное, вот с незнакомцем так разговаривать. С ближайшим. Почему ты так скачешь? Или я шатаюсь на ногах, там, на корточках, да, скорее всего? Ну, ладно. Так. А если я... Это может быть проблемой. Вы издеваетесь, что тут происходит? Что это за место? Ну, давайте спросим, что это за место. Это остров, где укрылись те, кто решил оставить свой дом. Старую жизнь. Эта жизнь полна эфемерных понятий. В ней происходит бесконечный круговорот из несчастий, которые тебе не осознать из-за промывания мозгов средствами массовой информации. Мы здесь в безопасности и защищены от массового контроля. Чертовы фанатики, короче, понятно, очередные. Так, вы издеваетесь, что тут происходит? Не поддавайся влиянию того, что ты видела. Это все необходимое зло. Я уверяю тебя, на этом острове есть вещи, которые, на первый взгляд, могут показаться совсем не тем. Необходимое зло. Меня похоронили заживо. Необходимое зло? Я был убрана живо. Видишь, стакан наполовину полон. Ты все еще жива и находишься в месте, где можешь достичь истинной свободы. Там повсюду трубы. Тела всего лишь сопутствующий ущерб. Тебе не понять этого в нынешнем состоянии. Я знаю, достаточно. Так, у нас еще вариант. Кто ты? На этом острове я скромный фермер, который зарабатывает себе на кусок хлеба. Свободный от коррупции современного общества. Свободный от страсти к деньгам, захватившим меня в прошлом. Свободный от жажды, бесполезных блах, которые съедало меня. Здесь я чувствую себя полноценным и в гармонии с собой. Здесь я стал новым человеком. Кем ты был раньше? Я был брокером из тех ребят, что не смотрят никому в лицо. Я вел немало людей, вывел немало людей из бизнеса своими делишками. Знаешь ли, но ради чего? Ради жизни, перегрушенной работой, в которой у меня не было ни минуты для себя. Моим единственным интересом было зарабатывание денег. Денег, которыми я пытался заполнить пустоту внутри себя. Но здесь я живу что-то там, скорее всего, полной жизнью, да? Как бы нам перестать качаться, друг? Потому что уже голова кружится от тебя. Кто-нибудь вытащит меня отсюда? Странники не приветствуют большинство из нас. Будь осторожна, потому что не все жители острова столь же дружелюбны, как я. Подумай дважды перед тем, как подходить к кому-то. Никогда не знаешь, как он отреагирует. Пойду-ка я лучше отсюда. Друг ты мой странный. Я советую тебе быть осторожной, но этот остров полон опасностей для вас, чужаков. Да, так бы мы не шатались, но так бы было тебя плохо видно. Так, интересный. Смотрите-ка, впервые мы с вами увидели здесь персонажа, да? Который не враждебный к нам. Такой вот милый старикашка. Брокер бывший, да? Ну что ж, хорошо, хорошо. Давайте продолжать. Оливковая роща. Так, смотрите, еще один персонаж. Не выглядит враждебным, хотя черт его знает. Можно, кстати, посмотреть, как собирают оливки здесь. Расстилают, видимо, вот такой брезент. Потом как-то, может быть, трясут там деревья. Шатают. Бьют по ним ногами, может быть. Пообщаемся? Да хоть на тебя посмотри, ты черт возьми. И, ну, слушай, ты какая-то странная, конечно, с этим секатором. Сейчас как отхватишь мне носопырку, будет неприятно. Ну, давайте продолжать дальше. Я, честно говоря, не знаю, куда нам тут можно пойти податься. Тут колоночка, например, можно напиться водички. Не очень, конечно, нужно пока. Ну, давайте, ладно. Умоемся, попьем. Путь выдался нелегким. Всюду кровь. Всюду ужас. Так, вот интересно. А, вот еще один персонажик. А ну, пообщаемся. Нет, не пообщаемся. А драться. Ну, ладно. Не хочешь, как хочешь. Хоть немножко на тебя посмотрели. Так, здесь у нас маленький домишко, видимо, может быть. С какой-то садовой утварью ключик нашелся. Еще одна аптечка. Отлично. Металлолом нам не нужен. Ничего более здесь нам не нужно. Ну, пробежимся вот сюда. Нужно изучать реально каждый закуточек здесь. Чертовски важно. Потому что можем что-нибудь упустить, пропустить. Давайте сверху сейчас осмотрим примерные пути, куда мы можем направиться. Ну, вернемся, значит, в дом. Нам нужно еще изучить вот этот домик, посмотреть, какие записки там найдутся. Прочитаем. Прочитаем. А, смотри-ка, подглядываешь, да? Все-таки. Тебя поставили подслушивать, а ты подглядываешь. Так, записка есть. А еще есть что? Ммм, перчаточки, смотрите, там лежат. Ой, как бы хотелось бы их взять. Не знаю зачем, но очень хотелось бы. Друг, есть ключ от шкафчика вот этого? Ммм, ладно, давайте прочитаем записку. Может быть, в ней какая-то найдется информация. Я потерял ключ от своего шкафчика, когда работала возле канала. Внизу никто не находил. Пожалуйста, если найдете, принесите его мне. Спасибо. Мануэлла. Заметка потерянный ключ. Хорошо. Возле канала работала внизу. Ладно. Внимание, шлюзовые ворота на водопаде не работоспособны. Строго воспрещается задействовать ворота до вмешательства ремонтной бригады. Предупреждение о шлюзе. Так, баночка. Кувшинчик. Так, вроде бы, да, смотрите. На первый взгляд мы с вами здесь, по-моему, осмотрели все. Если тут, конечно, снова не будет паркура того самого. Так, а здесь ящички и ничего. Ну, давайте попробуем сходить туда вниз к каналу. Может быть, получится там как-то раздобыть этот ключик, который потеряла некая Мануэлла. Ну, здесь, как я понимаю, большинство рабочих не агрессивные. То есть, они просто работают, просто занимаются своим делом, собирают оливки. Им, как говорится, хорошо. Хорошо здесь и без нас. Так, смотрите, вот. Как мы этот ключ, интересно, увидим? Вот, например, если он будет просто лежать где-то. Внизу у канала. Довольно-таки пространная какая-то описаница какого канала. Вот этого, например, или какого-то другого. Ну, давайте, ладно, попробуем по вот этому каналу прогуляться. Так, нет, не похоже, не похоже. Интересно, а будет подсвечен он, ключик этот, подсвечивается вообще восприятием или нет? Перчаточки. А дай поносить. А я тебе монтировку подарю. Классную. Еще, вы знаете, вот игра все-таки приучила осматривать практически каждый клочок, да, каждый сантиметр здесь. Вот кто его знает? Может на этих брезентах валяется, например, какая-то записочка. Или что-то важное лежит. Вот так вот пробежишь мимо и не узнаешь, что в этой боде лежал какой-нибудь ключик, которым открывается что-нибудь где-нибудь. Вообще, конечно, гложет меня очень сильно вопрос Майкла, оставленного на берегу в башне. Возможно, ключ с головой быка, да, вот это, ну не с головой там, в форме быка, открывает как раз таки ту самую дверь в полу, люк. Я твой отец, который... Ах ты ж, ах ты ж, да, мы с вами обошли. А, монтировочка сработает, прекрасно. А ну-ка. Опа, шорткат, отлично. Так, где-то, где-то был потерян ключ. Ну, вы знаете, здесь я был. Здесь я его не нашел. Если только... Может, разводной ключ? А у нас же есть, а у нас же есть ключ. Скорее, 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 дафна, быстрее. Нам срочно нужен ключ. Так, как там, вот так, потом вот так. Отлично. Закройте ворота шлюза. Думаю, это сломано. Найдите лаз. Допустим, допустим, допустим. Здесь можно повзаимодействовать? Нет, к сожалению, нет. Вот все, я зациклился, на самом деле. Я зациклился на этом ключе. Пошла вон отсюда. Где он? Где мой ключ? Как-то дам сейчас по загривку. Давайте сохранимся, наверное. Так, найдите лаз. Лаз куда и какой? А ну, может быть, будет какое-то описание. У нас же все-таки сейчас появилось описание заданий, кстати говоря. Достигните высокой башни. Сбегите с острова. Это все видели. Нет, 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 а где? Моих друзей. Найдите ключ. В сторожевой башне за люком заперт какой-то парень. Возможно, я могу помочь ему выбраться. Я не хочу его подвезти, но я, правда, понятия не имею, где искать ключ. Найдите лагерь. Какие-то ребята были атакованы, когда отдыхали в лагере возле горного перевала. А еще... Так... Нет, назад возвращаться не хочу в горный перевал. Черт с ним. Фляга. Люк. Очевидно, кто-то решил пошалить возле люка в оливковой роще. Найдите лаз. Шкафчик. Найдите ключ. Ну, интересно, когда мы найдем, вот, например, ключ, который открывает подвал, где сидит Майкл. У нас вот это выполнится. То есть мы найдем тот самый ключ, или мы можем найти примерно тот самый... Наглая ж ты мразь, а какая. Примерно тот самый ключ. Ну что? Что ты? Ты хочешь продолжения? Ну иди сюда. Да. Я думаю, вы поняли мою мысль, да? То есть какой ключ нам нужен? То есть он выполнится? Может быть ключ быка подходит, например, да? Найдите лаз. Ну окей. Ага, водичка-то остановилась. Вот в чем дело. Смотрите-ка, хитро. Ну-ка попробуем сейчас. Может быть, нам это чем-то поможет. В том, что водичка-то остановилась. Может быть, ключ где-то найдется. Монтировочка пригодится. Отлично. Оп. Прекрасно. Кстати, а ключ там могло же и смыть сюда? Наверное, да? Если она в канал его уронила. Мысль. Это мысль. Пробуем искать. Ох, а тут не только ключик. Тут вообще какого-то товарища затянуло. Хотя вряд ли его затянуло. Скорее всего, сюда сбросили. Я думаю, оставили здесь умирать. Куча консервных банок. Нож. Давайте заберем пока все, что можно. Осмотрим тело. Ужасное место, чтобы спрятаться. Если ты не губка... Кто там? Боб, наверное, да? А ну? Нет, губка кто? Требтое место. Если ты по имени Боб. Да, все правильно. Добавлен документ. Давайте посмотрим. Военный жетон муж. Что написано? Сложно понять. Наверное, там группа крови стандартная, что пишут на военных жетонах. Прочитаем записку. Посмотрите воздействие воды на листочке. То есть он такой же полувыцвевший, оказывается. Интересно, вот эти задники, они что-то нам дают вообще? Может быть, это какая-то часть... Какой-то большой головоломки, например? Вот, к сожалению, ключик тут не нашелся. Надежда была, но ключик не нашелся. А может быть, мы еще с вами не дошли до того места, где может найтись тот самый ключик от шкафчика. С другой стороны, это не сильно важно. Там все-таки лежат просто обычные перчатки. Которые, я думаю, на прохождение сюжета уж точно никак не повлияют. Хотелось бы, но не цель. Не получится, да и черт с ними. Просто зацикливаться сейчас на этом ключике, я думаю, что это будет, ну как минимум, большая потеря времени. Ключ, где ключ, где ключ? У меня в голове. На самом деле, да. Так, ну последняя надежда. Нет, нырять за ключом я не буду. Ах, жесть, не могу, не могу вообще, не могу себя пересилить, чтобы не искать этот ключ. Так, ладно, куда еще здесь можно сходить? Какие еще варианты здесь для обследования имеются? Давайте искать. Ну, есть вот этот мост, я давно на него положил глаз, так скажем. Сейчас посмотрим. Пересохшее русло. А, то есть, смотрите-ка, да, получается у нас уже это выход из этой локации. Так, там мы были, да. Сюда, скорее всего, мы вряд ли поднимемся. Здесь у нас, я думаю, самая высокая точка, там ворота. Там короткий путь. Ну что, сгонять, может быть, к Майклу? А, я даже не знаю. Ладно, давайте двигаться дальше. Как мы с вами поступим? Мы будем двигаться дальше, а к Майклу сходим. По-моему, у нас нет быстрого перехода, только в дом на пляже. А дома на пляже, ну, вроде бы пробежать не так уж и много, да? Давайте-ка посмотрим, что здесь. Вроде бы не так уж и много бежать, но бежать надо будет. И я не уверен, что этот ключик сработает. Точно вам говорю, где-то там остался ключ. Вангую. Вангую где-то там лежит. От того шкафчика с перчатками. Там змея, там воет волк. Отличная компания подобралась. Но мы с вами пойдем сейчас вот сюда вниз. Здесь явно есть какой-то проход. Чтобы выйти куда-то на побережье. Осмотримся. Так, стволы. Можно забраться наверх. Хорошо, учтем. Хотя можно забраться, как нормальный человек. Угу, ничего не дает. Не тупиковое место, но вроде бы ничего интересного здесь нет. Хотя вот здесь вполне возможно, что что-то и найдется. Воу, дверочка. Отлично, отлично, отлично. Ну что, рискуем? Рискуем, возвращаемся напоследок сейчас в башню. Пробуем отпереть дверь? Наверное, да. Наверное, да. Давайте попробуем. Потому что мне покоя не даст эта мысль. Что за нож? Нож крутой. Определенно. Вот эту выбросим. Вот эту тоже, наверное, да. Давайте с крутым ножом побегаем. Почему бы и нет? Чего у нас еще много? Аптеки, консервы, наверное, тоже выложим, да. Я даже не знаю. Ну давайте, может быть, вот этот ключ уберем, оставим хороший. Может быть, только хороший у нас срабатывает в каких-то там местах. Хорошо. Ну почему-то на эскейп сразу выходишь из коробки и вместе выходишь еще и полностью наверх. Так, хорошо, давайте, наверное, быстрое перемещение. Фермерское поместье. Ну вы знаете, оно, наверное, адекватно будет поближе. Мне кажется, из фермерского бежать будет поближе. Заодно уладим вопрос и с флягой. Давайте. Давайте и с флягой тоже разберемся. Правда, там этот брат какой-то там номерной. Очередной какой-то, не знаю, номер 2, 3, 4, 5. А какой он, кстати? Он 1 или 2 или 3? Ну, определенно какой-то. Так, а ну здесь немножко пошарим. Что у нас тут с вами может найтись? Да, в общем-то, ничего. Мы, как я понимаю, фермерское поместье с вами полностью закрыли. Все секреты там нашли. Так, ходит там один товарищ, да? Смотрите-ка. Ну я думаю, что мы сейчас с ним вопрос быстро уладим. Что-то он упал. Прилег, наверное, устал. Ты устал, друг? Я знаю, почему он прилег. Потому что это моделька, которая стоит на карте, пока радиус взгляда игрока, наверное, не коснется ее. Вот этого человека мы с вами убили уже раньше. Поэтому он по факту мертвый. Просто стоит и ждет момента, когда упасть. Так, ну что ж, где-то здесь фляга. Она где-то с того края. Давайте попробуем обойти это поле. Мне вроде бы подсказали, где она находится. Скрытность. Нам бы понять, где этот братан ходит. А, вон он. Вон он, братан. Я иду прямо к нему, да? Казалось бы, для чего? Какие цели я преследую? Почему я делаю именно так? А где мой костер? А, я его... Я его использовал. Стопэ. Сейчас сохраняюсь, и коса залетает в голову. Вот это было бы круто. Вот это я прямо сейчас бы зафейлил просто. Все, что можно. Так, не похоже, что здесь есть фляга. А где братан? А вон он, по-моему, да? А, ну и черт с ним. Погнали тогда по-быстрому. Пока он там, я не думаю, что он прямо сейчас сорвется за нами. Бегом побежит. Но мы-то сейчас попробуем где-то здесь эту фляжку найти. Где-то сказали. Ты, говорит, сидел там, и фляга была рядом с ящиками. Птички, птички, птички. А он, кстати, на них реагирует. На них реагирует. Мне об этом тоже сказали. На самом деле. Бежим быстро отсюда. Жесткач. Ну ладно, мы вроде бы его обхитрили, так скажем, немножко, да? Заберем нож. Так, ну кто-то собачку, да, посмотрите, распотрошил просто знатно. Я думаю, что брату не понравилось, наверное, как она приносит палочку. На, и косу воткнул в живот. Так, это, конечно, все весело. А где мои ящики? Жесть. А ну посмотрим. Лиса? Нет, пока терпимо. Пока все нормально. Где-то колобродит этот брат, но ладно. Ладно. Ну он явно не в этом радиусе, не в ближнем, по крайней мере. Заткнись, ты что, сдурела, что ли? Сейчас придет закосить здесь обоих. Валим, 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 валим. Ох ты ж, дичь. Он за мной, да? Он за мной, да? Замолчи. Не смей смеяться надо мной, чертова тварь. Не смей. Возвращайся, там подсолнухи твои воруют. Иди быстрее назад, дурак. А бег-то у меня кончится раньше. Нет, смотрите, все, он затупил. Нет, он не затупил. Он не затупил. Это я затупил, что остановился. Чертова тварь. Чертова тварь, что меня настигнет. Что, съел? Запарю ножиком просто тебя сейчас. Ладно, черт с ней с этой флягой. Чего мы тут вообще поперлись-то? Жить что ли надоело? Да, вы знаете, да. Это было неожиданно. Немножко. Ладно, мы с вами почти дошли до башни. Я думаю, почему-то мне так кажется, что должен ключик сработать. По крайней мере, я очень на это надеюсь. А напоследок мы с вами осмотрим вот этот лесок местный. Потому что как-то мы все время обходим его стороной. Секунду, дайте-ка я, наверное, подкушаю слегка. Оп. Хорошо. Все-таки здесь недвусмысленно нам намекает вот этот гигантский флаг. Просто гигантских размеров с головой быка. Не исключено, что сюда ключик все-таки может подойти. А, нет, это не тот ключ. Братан, держись там. Все нормально. Помощь придет. Я думаю. Ну, хотя бы мы с вами проверили. Теперь мы точно знаем, что если мы найдем именно тот ключ, который нам нужно, у нас выполнится задание. Вот это жуткое местечко мы с вами помним прекрасно, да? Фу, до сих пор мерзко. Мерзко и противно смотреть. Кстати, я раньше не замечал эти расходящиеся волны. То есть, получается, если птички пошумели, ты их спугнул, то они выдают твою позицию, так скажем. Так, кабан нам, собственно, не нужен. Давайте просто его обойдем. Ну, есть еще вариант. Есть еще один вариант. Сходить нам с вами куда? Наверное, вон туда, я думаю, можно попробовать заглянуть. Потому что вот здесь, внизу... А, сюда мы с вами не заглянем. Туда нет прохода. Внизу ходит собака. В том люке мы были. То есть, здесь вроде бы у нас полностью закрыта эта часть карты. Мы, по-моему, здесь исследовали все. Оттуда мы появились. Так, ты кто? Ты коза, которая возомнила себя собакой, да? Цок-цабе. Давай-ка отсюда, чеши. Ходишь, как собака черная здесь. Всех пугаешь. Ну, по-моему, все. Я думаю, что добегу я, наверное, куда-нибудь до опорного пункта уже. Сейчас за кадром, может быть, на берегу туда сгоняю. Здесь мы с вами вроде как... Ну, можно сохраниться вот здесь, допустим. Здесь мы с вами тоже вроде как все обследовали, да? Шнурочек. Сгодится. А, самодельный нож какой-то, да? Смотрите-ка, нет, самодельный мне не нужен. У меня уже крутые классные ножички есть. Так, ну что ж, да. Я думаю, дойду до какого-нибудь сейчас безопасного укрытия, сохранюсь. И в следующей серии мы с вами продолжим путешествие по этому острову. Напишите в комментариях обязательно мне подсказки, где находятся ключи, которые я пропустил. Какие-то, может быть, интересные места, которые я пропустил. И мы с вами обязательно все их посетим. Спасибо, что посмотрели это видео. Если вам оно понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. В комментариях обязательно пишите советы, предложения и пожелания. Увидимся в следующей серии. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok